Стаканчик сдуло Здравствуйте, дорогие товарищи! Очень рад, что вы пришли Ну, поскольку люди тут в основном знакомые, вы наверняка знаете, на что идёте То есть сейчас какой-то старый перец будет вам читать какие-то непонятные стишки с заунывным голосом И делать вид, что поёт, хотя ни петь, ни играть на гитаре он практически не умеет Но ничего, перетерпите Так что кто не знает этого, тот пусть будет к этому готов А вон ещё люди идут в огромных количествах Ну что ж, когда не знаешь, с чего начать, обычно начинают сначала А начало было давным-давно, где-то в начале 80-х годов Когда группа студентов пединститута, так называемая банда пяти, организовали это объединение зеркала Совершенно подпольное, совершенно такое несистемное И тогда мы захватили власть в многотиражке пединститута А потом взяли, да и выпустили сборник стихов коллективный За который годом позже мы все имели беседу в Комитете государственной безопасности Поэтому свой первый и единственный сборник стихов, который когда-либо выходил В который вошли все стихи, написанные в прошлом веке Я так и назвал «Осколок зеркала» И в первой части моего выступления я почитаю стихи именно из этого сборника То есть написанные в прошлом веке Начинается, ну там не только стихи, там и песни Дело в том, что я не все помню, поэтому у меня тут шпаргалка передо мной стоит Поэтому, если буду заикаться, запинаться, прошу меня за это извинить Я думаю, бить сильно не будете За что вам заранее большое спасибо Стихотворение, с которого сборник начинается, так и называется «Зеркало» навеяно фильмом Андрея Тарковского В прозрачности бездонной живут добро и зло В ней, словно на ладони, мир хрупкий, как стекло Боюсь прикосновенья и выпадут звеня Осколки от вселенной, осколки от меня Судьба тебе наивна, пророчит черный фраг А мир стеклянным ливнем уже летит во мрак Но в рамках отражения, скольжения детских снов В поэзии движения, движения стихов И время не рассудит Идет за годом год Переложенье судеб на музыку забот По жилам отраженным течет живая кровь И я перерожденный, и мир живущий вновь Там есть целый раздел маленьких стихотворений По восемь строчек, каждая Раздел называется «Оптимистические миниатюры» Их там штук 15, наверное Но все 15 я читать не буду, это и незачем Потому что вот сейчас я как бы перечел Перед тем, как с кем-то встречаться, кому-то это показывать Те стихи очень мало осталось того, что Ну, на мой взгляд, до сих пор представляет ценность какую-то Литературную, художественную То, что можно воспринять всерьез Вот я выбрал только те немногие стихи, которые Мне до сих пор нравятся Итак, три восьмистишие Совершенно друг с другом не связанных Все без названия Ни в радости, ни в грусти нет спасения От бесконечной суеты сует Но в суматошный суд лакелет Порой к нам приходит отрезвление Мы все живем на свете, как придется У каждого свой враг и свой кумир И слава Богу, так устроен мир Душа всегда отдушина найдется Следующее Не слышен зов охотничьего рога Не слышно крика боевой трубы Там, где живут играющие боги Сойдя с пути коварства и борьбы Земля и небо не стоят на месте Под исхорками вечных фонарей И что с того, что сложены созвездия Из мячиков в божественной игре И последнее, наверное, самое любимое Я его даже включил в одно из своих Прозаических произведений И вложил в уста одного из персонажей Эта ночь не закончится вдруг Пробуждением после рассвета В ней предчувствие скорых разлук И знакомые запахи лета В ней усталый и сдержанный смех И невидящих взглядов сплетенья В ней какой-то простительный грех На который способны растения А дальше следует песенка Скажу вам по секрету Это самая известная моя песня В 1980, дай бог памяти, в 2004 году В издательстве физкультуры и спорт Вышел сборник Люди идут по свету Тиражом 400 тысяч экземпляров И каким-то чудом Эта вещь туда попала И когда я увидел себя В фалфамидном списке авторов Между Щербаковым и Якушевой Я очень возгордился, но ненадолго Называется она «Тот день» Многие ее слышали Тот день не включен в календарь Тот день подойдет незаметно Растает обычная ночь И сон без особых примет А утром окажется вдруг Что в городе власт И сон без особых примет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты многое умеешь в деле ратном Твоя земля достаточно квадратна Чтоб не найти спасение от путь Не топай так, ведь это не парад По мостам, по мостовым Потом по трапам стрел Вам выдали пятнистые костюмы И скоро состоится маскарад Сейчас по ладам не попадаю, но я предупреждал Ой, так, одну секунду Знаете, вот следующая вещь Вот честно говоря, она тоже песня Но я не уверен, что я смогу ее спеть Потому что давно не пытался Если я вдруг собьюсь на полусловие И продолжу дальше по сочтениям стихов Ну, такое возможно Но я попытаюсь ее спеть Называется «И снова появляется герой» Это написано в 1989 году Когда уже мир был полон тревожных предчувствий И снова появляются герои В прожженных, окровавленных мундирах В роскошных, запыленных треуголках Толпой в строю с оружием и без Нет, толп... Нет, нет Я просто прочту, не получится И снова появляются герои В прожженных, окровавленных мундирах В роскошных, запыленных треуголках Толпой в строю с оружием и без И ржавые от крови алебарды Колышутся под вдохновенной речью Седого и домашнего мужчины Из бывших покорителей земели Они еще покуда не устали От грома обезумевших оркестров Они еще покуда не устали От близких и далеких канонат Их не страшит уступчивая слава От смерти до надгробного салюта Их обнадежит бравая молитва Что наспех прочитает капеллан И словно два зеркальных отражения Сойдутся две обученные раки И словно два зеркальных отражения Войдут в один и тот же ржавый дым Как это просто умереть за что-то Как это благородно и почетно Как это мило, дерзко и красиво За что-то, а не просто умереть И снова появляются герои И снова сочиняются баллады И чисто принаряженные дети Несут цветы к могилам храбрецов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующее створение совсем маленькое Оно навеяно Несколько произведениями Аргадия и Бориса Стругацких А все равно эпиграф из него взят От одного из персонажей Их повести Трудно быть богом Там был такой поэт Турен Правдивый Которого Румато спас Отправил его в другую страну За море И тот, прощаясь Читал ему сонет Как лист увядший падает на душу Так вот эпиграф Как лист увядший падает на душу Турен Правдивый Написано это в 1900 Дай бог памяти В 1984 году Уже ничто покоя не нарушит Что нам подарит День больших разлук Как лист увядший падает на душу Прощальный взмах Таких знакомых рук Судьба нам всем Наставила отметин А мир все так же пьян и терпелив А волны вечно Следуют за ветром И тихо гаснут Проходя в залив Следующее стихотворение Вдвое короче И эпиграфа там нет Но зато оно само Послужило эпиграфом К сборнику Который мы Этой бандой пяти В свое время выпустили Распечатав чего на ротаторе За что собственно И загремели в комитет госбезопасности По очереди Всего четыре строчки Авторский эпиграф К моему разделу Летим сквозь пространство Недобрых примет Мы, как сорванцы У земли на запятках Не видя дороги Теряясь в догадках Но зная На завтра Назначен рассвет Ну и наконец С той же стили Ну не совсем Наконец Посвящение Моему другу Андрею Бузуеву Бузуеву Который был одним Из членов нашей банды Он, кстати Я надеюсь Что нас сейчас видит И слышит издалека Обещал смотреть трансляцию Она, кстати, идет На всякий случай Сообщаю об этом За вами идет Видеонаблюдение Вся каждое Сказанное вами слово Может быть использовано Сами понимаете как Да? Хорошо Итак Андрею Бузуеву Говорит Для него это стихотворение До сих пор очень дорого Он мне об этом Неоднократно говорил За старой каменной стеной Рассветно-розового цвета Не туда, где нет еще дорог Погрязшие в идеализме Что нам терять в судьбе своей В отпетом и воспетом мире Мы не нашли себе цепей Не завели себе кумиров Пусть наяву не будет снов Зато мы будем в отдалении От зачумленных городов С обезумевшим населением Приготовьтесь Сейчас будет поэма Маленькая абстрактная поэма Не пугайтесь Правда поэма Она действительно маленькая Написал я ее По пути Из дома до работы Работая тогда в ГСКБ ФСУСПО ТУС В секторе ТМС Расшифровывать надо? Правда надо? Вот хоть один здравый человек Рассказал нет Не буду это расшифровывать В общем Пока я в трамвае написал Первую часть поэмы А остальные пять Написал, придя на работу Сев за свой рабочий стол Все заняло минут 20 Не больше Итак, маленькая абстрактная поэма В каком-нибудь Вестфальском старом замке Что помнит первых Штауфена в тени Что скуплен на корню Каким-то янки Шатаются без дела Привидения Завыв генеалогию свою Они промеж собою Выясняют Чей дух был в теле Внука Барбароссы Который на турнире сокрушил Семь рыцарей Английских или датских А может Семь племен Индейцев Сиу А может быть Семь русских броненосцев Затопленных у острова Цусима А кто не верит Может посмотреть В каком-то городке Провинциальном Где к ночи свет в окне Такая редкость И фонари на улицах побиты Еще две революции Назад Бредет под слеповатый караульщик И вновь кричит В Багдаде все спокойно И лупит колотушкой Что есть сил Чтоб горожане мирно засыпали Поверив Что в Багдаде все спокойно А раз спокойно где-то То и здесь Все может быть спокойно Этой ночью А где-нибудь В верховьях Амазонки Затеряна невиданная плата Где не был ни ученый Ни солдат Ни браконьер Ни пастор Ни чиновник Чтобы присвоить имена Свои ручьям Цветам Деревьям Иногорьям И чудище Что здесь пока живут По странным И невиданным законам Признали бы Как кровней человека Еще не зная Привилегий тех Что он перед природой Имеет А на какой-то розовой планете Летящей возле голубого солнца Не меньше лет Отмерив чем земля За телескопом Из хрустальных стекол В застиранной До серости рубахе Сидит простоволосый астроном А он видит Сквозь причудливые стекла Усталую и юную планету Какой-нибудь Вестфальский старый замок Какой-то городок провинциальный И самого Какой-то нехоженая плата И самого себя Каким-то чудом Которое ничем Не объяснить Не объяснить Не вспомнить Не придумать Того, как держат Равновесие мира Те призраки Распроданного замка Те жители домов Объятых страхом Те чудища Нехоженого плата И даже тот Всевидящий старик Что телескопом Подпирает небо Все, поэма закончена Ну, следующую вещь я тоже Я спою обязательно Поскольку она была посвящена Одной Замечательной барышне Сейчас она живет в Перми Зовут ее Валя Надеюсь, что она тоже нас слышит Через трансляцию Тоже без названия вещица За тысячу лет До ближайшего чуда За тысячу снов До ближайшей звезды За тридцать шагов До ближайшей беды Мы женщин целуем И моем посуду И где только не Оставляем следы Мы сами Себе Сочиняем заботы А тех, кому вряд ли Мы будем нужны И видим тяжелые Долгие сны В бездонную ночь С четверга на субботу Проспав календарный Приход тишины Сживаемся вечно С какой-нибудь ролью С мальчишек с их страстью На старости лет Настольные книги Лежат на столе Застольные речи Звучат при застолье И люди привычно Живут на земле Когда я был растением Я знал Своё родство С созвездиями неба Какая быль была Какая небыль Меня ждала Вомгле иных начал Я знал пути движения корней Когда тянул свой стебель В поднебесье Я знал огромный мир И бессловесность Была любой словесности мудрее Читая фазы лунного серпа Я знал Куда мне новый путь размечен И я ушёл куда-то В бесконечность Когда через меня Легла тропа Одно время Видя увлекла Рыцарская тематика Но это, наверное, Всё-таки не совсем О рыцарстве Называется Как-то это называлось Ведь А, это называлось Набросок рыцарского романа О, пардон Душа, окованная сталью Стремится вдаль Но вновь сестра Твоей печали Моя печаль Моя печаль Всё, что ушло И не вернётся Имеет вес Броня души Опять столкнётся С бронёй небес С бронёй небес Пройдя сквозь вязкий бархат ночи Сквозь ситец дня Ты обретёшь Всё то, что хочешь Но не меня Но не меня Зовёт из тьмы Первоначальной Святой Граль Душа Душа, окованная сталью Стремится вдаль Стремится вдаль Стремится вдаль А следующий сфрей написан В Рязанской губернии Где мы с группой товарищей Некоторое время пытались Строить в недрах Развитого социализма Ячейку первобытно-общинного строя Нам это не удалось Но, слава Богу, все живы до сих пор Что нас на это сподвигло Немножко отражено В этом стихотворении Это будет в конце Осторожного времени суток Молодая Венера Покинет созвездий весов Мир, живущий всерьёз Позабудет всего на минуту Направление полёта Обоих своих полюсов И какой-нибудь век Несеребряный И нежелезный Перепишет сначала Своё исчисление лет И озёрами лав Поплывёт раскалённая пемза И весёлые ящеры Мясом оденут скелет Мир к истоку придёт Но с надеждой на то Что когда-то человеческий род Не начнётся с грехов и утрат И что Каин уже Не поднимет оружие на брата Божий сын человеками Снова не будет распят А вот это, скорее, написал Лёжа на паласе Который лежал возле моей кровати Я недавно женился тогда На Катеньке И мы ездили в свадебное путешествие В Москву И, вернувшись из него Я лёг на палас И написал это Называется оно Эпитафия смыслу В квадрате рамы Ленин и печник В квадрате чёрном Пустота и вечность А пара глаз Художника Дали Напротивне пустыни Раскалённой Ван Гог Безухий Он уже привык Что лучше видно Если слышать нечем А теплокровный кабень Сердолик Лежит на сердце каждого Врождённого Как важно знать Что дважды два Не пять И то, что Е равно МЦ квадрат Но Не трожьте землю Етаган войны Великие моголы Там зарыли Обременён Возможностью Молчать Любой оратор Понятый превратно И всё Что не дороже тишины Способен каждый Взять с собой В могилу Ещё одна тема На околорыцарскую тематику Называется она Очень краткая хроника Святой Земли На том и на этом свете Кто верует Тот и свят Молчит придорожный камень Трещит скорлупа вселенной Живучие не заметят А мёртвые не простят Молящихся не во храме Плывущих не по течению Счастливые крестоносцы Окованные бронёй Наверное точно знают Куда и зачем им надо Восток разбавляет веру Имбирем и тишиной Восток укрепляет веру Молчаниями джихадам Они рождены в неволе Им страшен лишь страшный суд В потьмах торжествует ирод Смерть делает их свободней Им надо лишь убедиться И после они уйдут Что тело и кровь Господни Покинули гроб Господень Глаза поглощают дали Под сталью сердца стучат Хорубью вздымает ветер Неспосланный провидением На том и на этом свете Кто верует, тот и свет Молчит придорожный камень Трещит скорлупа вселенной Вот стихотворение Где-то середины девяностых годов На дрейфующих льдинах Осколках четвертого Рима В балаганном раю Разноцветных кулис и знамен Пропитавшихся запахом Прежнего сладкого дыма Мы плывем в пустоту Непонятных и смутных времен Среди вечных надежд Среди бед Заходящих без стука В свалку книжных миров В толкотню человеческих душ Черный ворон Сидит на плече Афродиты безрукой Черный взор свой вонзив Законную черную туш Nevermore Не вернуть Таких в бога царя и героя Я все знаю и сам Ты молчи, мой зловесник, молчи На столе предо мною Руины дымящиеся трои Освещенные лишь Маяком одинокой свечи А теперь вернемся на 10 лет ранее В середину 80-х Тогда Грин и Гзюпери Как бы были кумирами Они и сейчас для многих кумиры И Многие вещи навеяны Их творчеством Посвящение маленькому принцу Звон восхода По утренней меди Слышен где-то Слышен где-то Встречают рассвет Рассвет Не Так, сейчас пойти Вспомни секундочку Звон восхода По утренней меди Слышен где-то Встречают рассвет Непослушные добрые дети Население малых планет Там никто привилегий не ищет И никто не считает долги И никто в этом мире не лишний Все предели Все предели друзья и враги Все предели друзья и враги Доверяясь и боли и счастью Там не ищут спасенья от них Сила там не становится властью В нарушении правил земных Сила там не становится властью В нарушении правил земных Там стремительней зимы и лето Но опять забывают взрослеть Непослушные добрые дети Население малых планет Непослушные добрые дети Население малых планет Вот был бы тут Вова Петров Который сейчас проживает в Самаре Он бы спел это гораздо лучше Но его к сожалению здесь нет Вова если ты меня слышишь Пойми это как упрек в твой адрес И камень в твой огород Понял да? Вот так И так будет со всяким Ну и наконец последнее стихотворение Которое я включил в сборник Осколов зеркала Правда оно единственное Которое было написано в 21 веке В 2001 году Кстати на верхней полке поезда Казань-Волгоград Мы ехали в Саратов на фестиваль авторской песни Докопавшийся до столба Докопается и до сути Как теряется во масле сыр И теряется в пустоте А кого-то ведет судьба Словно витязя на распутье Слезы на порядок земных вещей Лишь начало беда лиха А потом все встает на место Шурум-бурум Лишь наследие вьючных лет Лишь следы от пера и кисти Только эхо пустых зеркал Только отзвук затихших струн Ну что ж, первая часть поэзи кончилась И я думаю, надо перебить стихи прозою Я сильно вас прозой мучить не буду То есть трехтомные романы читать вам не буду Слух Они есть, но я читать их вам не буду Сами почитаете, может быть, когда-нибудь Я, говорит, тебя даже поцелую потом Если захочешь А начнем мы с драматургии Так, я положу гитару, чтобы она мне не мешала Не так давно одну из своих повестей Я переработал в пьесу Рома Это исполнитель одной из ролей Роман Далганин Сюжет примерно таков, вкратце Очень коротко Некий парень, молодой Получил наследство После долгой тяжбы с другими родственниками Дом своего деда Великого фотографа Гения И обнаружил А, приехал до своей то ли с женой То ли с невестой, это не важно Вдвоем приехали Но она там не фигурирует в данном эпизоде Так что мы о ней и забудем Сразу же А оказалось, что все люди Которых дед фотографировал Живут в каком-то особом мире Насколько это реально, насколько зримо Что они, да, они существуют Вот И он попадает в этот мир Где живут эти люди Он идет Проходит через много всяких миров Родных образов и так далее Но Оказается, что дед Фотографировал Сделал коллективные фото Артистов одного из театров И надо же так случиться Что вот эти люди Они настолько погружены в свою работу Что они уже забыли, что они актеры Они играют Шекспира Они стали Шекспировскими героями Один могильщик, правда, там остался здоровый Он думает, как их вытащить Чтобы еще театр себе завести И присвоить все материальные ценности Которые накопились И в его мире, и в других мирах Но это тоже заказом остается Но вот Эпизод из Шекспира Где Поджидают в засаде Тень отца Гамлета Что такое, что такое И вдруг Тень появляется Все остальные избегают Остается один стражник Бернардо Благо он вооружен И защищен доспехами И вот И он узнает Когда приходит тот персонаж Что это вовсе Не тень отца Гамлета Это тот самый Антон Который пришел В гости И вот между ними Присходит вот такой вот диалог Бернардо я начинаю В роли Антона Романа Долганин Он продолжит Итак Бернардо Нет Ты не он Покойный наш король Осанисти был И выше ростом К тому же старше Лет на двадцать пять Остерегаясь И сделать лишний шаг Пока свое Не назовешь ты имя Сначала сам скажи Кто ты таков Из чьих покоев Караулишь выход Да вы, милорд Похожий чужестранец Будь вы из местных Знали бы тогда Что здесь нет выхода А есть один лишь вход Вход? Но куда? Да я и сам не знаю Смешалось все Начало и финал Воистину распалась Связь времен Как говорил наш принц Теперь покойный Кто? Гамлет Принц Его сразил клинок Намазанный Каким-то цианидом И вскоре После этого Несчастья Всем остальным Пора бы умереть Почить на лаврах Посетить буфет И что ж Никто не хочет умирать? Нет Каждый хочет Хочет Но не может К тому же Ходят слухи Что и принц Совсем не мертв А тот, кто мертв Не Гамлет А троном В суматохе Овладел Какой-то Йорик Старый проходимец И он-то Точно не совсем живой Так я пройду? Конечно Дело ваше Но я бы не советовал Увы Сейчас там Ничего не происходит Кто знает Может быть Произойдет? Едва ли, сударь За минувший век Убийство Всем изрядно Надоели Интриги Потеряли остроту И даже тень Покойный наш король Уже давным-давно Не жаждет Пщения Хотя для виду Бродит в темноте Так я пройду Да что вы там забыли? Уж вы поверьте На слово, милорд Что поединок С целым морем Бед уже закончен Нет ни бед Ни моря Спросите у могильщика Он знает Он скажет Примерно то же самое Что я Но где же он И как его найти? Он сам придет Когда настанет срок Ложиться в гроб Шучу, шучу Конечно Тут У нас тут смерти не было И нет Бронхит Подагра Язва Геморрой Мигрень Артрит Экзема Близорукость Радикулит И заворот кишок Все это есть И нет одной лишь смерти И как здесь люди С жизнью расстаются? Была бы жизнь Расстаться не вопрос За короля За родину За веру Вы лучше У могильщика Спросите А мне представьте Недразмышление Я очень занят Я прилежно жду Когда придет Франциско Чтоб сказать Двенадцать бьет Иди ложись, Бернардо И я пойду И я, конечно, лягу Удачи Вам счастливого пути А кладбище налево За оврагом Отсюда слышно Лязгает лопата И льется песня Труженика тыла Довольного и жизнью И судьбой Спасибо А теперь я буду читать Отрывок из романа Страшно В общем Дело в том Что есть у меня Один знакомый Товарищ Он обещал Сегодня прийти Но что-то я его не вижу Видимо, убоялся Он пытался читать Мои романы И сказал Что не может Этого делать Потому что там Слишком длинные сюжеты Слишком много персонажей Слишком запутанные Интриги И так далее Ну Я, говорит Расту Я, говорит Когда-нибудь Расту Твоих книг Но у меня Есть один персонаж В одном романе Трилогии Который сам Занимается литературой Некий Свен Самборг Наемник Солдат удачи В промежутках Между воинами Он пишет романы И публикует Их за собственный счет Один из них Пользуется Огромной популярностью Называется он Пьяная Маруся С пулеметом Вот я прочту Вам отрывок Из романа Пьяная Маруся С пулеметом Из свенок Который приведен Для того Чтобы подчеркнуть Сущность этого образа В качестве цитаты В одном из моих романов Итак Внимание Маруся Может я поближе Я наизусть не помню Маруся чистила пулемет Это было ее Любимое дело Если не надо было Стрелять Стрелять она тоже любила Дыру протрешь Сказал ей бой Гробер Он не любил Когда Маруся чистит пулемет Он все время хотел От нее внимания И женской ласки Но Маруся на него И не взглянула Она сама знала Когда хватит Давай выпьем Сказал бой Гробер И достал пол-литра бренди Давай Сказала Маруся Но чистить не перестала Бой выпил из горла Ровно половину Остальное протянул Маруся Заливай Сказала Маруся И открыла рот Но в это время Где-то начали стрелять Кажется у нас проблемы Сказала Маруся И отняла у Гробера Бутылку Это у них проблемы Ответил Гробер Доставая из-под главки Мешок с гранатами Мария выпила Закусила салом И передернула затвор Пока они закусывали Негры успели всех Перестрелять Кто был снаружи Маруся сразу же Пришлось открыть беглый огонь Она стояла на пороге блиндажа И даже не думала Кланяться пулем После бренди И все было нипочем До своих негров С автоматами Она срезала В длинной очереди Потом стала стрелять Коротками Во все что шевелится Надеюсь Ты знаешь что делаешь Сказал бой Гробер И на всякий случай Кинул две гранаты В кусты Оттуда начали вопить Но сразу перестали Вскоре Вокруг были Одни трупы Из наших Живые Остались Спросила Маруся А хрен его знает Ответил Гробер И взвалил на плечо Связаного Главаря партизан Чомбычака За которого давали Полмиллиона синеньких Ну и ладно Ни с кем делиться не надо Сказала Маруся И погладила Свой пулемет Наверное многие знают Что я довольно долгое время Работал Ну как Пока журнал существовал В журнале Сережка Лицотрудником Писал сказки для детей Сценарии Для комиксов Я с вашего О Оркестр начал репетировать Симфонический Вот Одну сказочку Прочту только одну Больше не буду Называется она Созвездие слона Это серия Про Симу Парамонову Маленькую Капризную Своенравную Девочку Которая всем Создавала массу Неудобств И неприятностей Вот Но девочка Конечно Хорошая Итак Созвездие слона Мама Купи слона Кричала Сима Парамонова И в крике Это было Столько душевной силы Что казалось Никто и ничто Не сможет устоять Перед этим великим Стремлением Заиметь Голубого слона Стоящего Неподвижно И печально В стеклянной Витрине Детского мира Мимо которого Лена Парамонова Мать Симы Повела Свою дочку Потеряв Бдительность Крик поднимался Все выше И выше Эхо дрожало В окнах Соседних домов Но мама Стояла Спиной Друг друга Положение Станет Безвыходным Мама Купи Слона Начались Движки Земной коры А небесные Светилы Приготовили Сорваться Со своих Орбит Девушка Купите Девочке Слона Говорили Лене Торопливые Прохожие Но Лена Их не слышала Доськин Крик Заклушал Все В том числе И разумные Советы Девочка Хочешь Ананас Предложил Своё решение Проходивший Мимо Армянин Но Сима Сжевала Ананас Не умолкая Гражданка Пожалуйста Купите Девочке Меня Сказал Потерявший Терпение Голубой Печальный Слон Толкаясь Коботом В стекло Витрины Но Лена Парамонова Не видела И не слышала Его Тем временем Волшебник Работник Местного Цирка Уставший От чудес Шёл К себе Домой Чтобы Немного Поскучать И тут Крик Симы Парамоновой Разрушил Все его Планы Сима Рыдала Вселенную Трясло Голубой Слон Печально Смотрел На Симу Мама Симы Смотрела На небо И хотя День был В разгаре В её Глазах Отражались Звёзды Волшебник Достал Из нагрудного Кармана Носовой Платок Снял Цилиндр И Размахивая Симите Крикнул Тю Конечно Он мог Ничем не Размахивать И ничего Не кричать Всё и так Исполнилось бы Но работая В цирке Он привык Что перед Створением Чудес Надо Что-нибудь Кричать И чем-нибудь Размахивать Потому что Иначе Ничем Не приукрашенные Чудеса Люди Не замечают И так Чудо Свершилось Сима Мгновенно Уснула Устула Так Что почти Отключившаяся Мама Едва Успела Поймать Её Падающее Тельце Прижав Спящего Ребёнка К груди Лена Побежала Домой И хотела Скорее Оказаться Подальше От Злосчастного Слона Соблазнителем Маленьких Девочек Не знающих Жизни А голубой Печальный Слон Едва Заметно Кивнул Волшебнику И его Зелёные Глаза Лучились Благодарностью Ты свободен Брат Сказал Волшебник И голубой Печальный Слон Выпорхнул Сквозь Витринное Стекло На волю Он Полетел Далеко Далеко Навстречу С счастливым Звёздам Скоро Возле Созвездия Большой Медведицы Появится Созвездие Голубого Печального По звёздной Дорожке Проходит Мимо витрины За которой Неподвижно Стоит Лена Парамонова И печально Смотрит В пространство Слоник Купи мне Маму Кричит Сима Мироздание Содрогается Вот Также я писал В этот период Стихи Для детей Причём Особо не Заморачивался На том Из чего Брать источники Вот например Как-то взял Одну русскую Пословицу И одну Не менее Русскую Скороговорку В итоге Получилось Эпохальное Предведение О смысле Жизни И сути Бытия Сказ о том Как грека Счастье Искал Сходило Солнце Только что Петух Прокукарекал Текла река Вдоль берегов От ветра Куст Дрожал И Реку Вброд Переходя Шагал До дому Грека А рак Сидел себе В реке И даже Не жужжал Был река Старым И больным Пропащим Человеком Но вот Цыганка Как-то раз Ему Сказала Так Ты будешь Весел И богат Ты будешь Счастлив Грека Когда на гору Арарак Забравший Свистнет Рак Шёл Грека По уши В воде И тихо Пел разлук Он был Обычный Человек Не цыган Не араб И вылезая Из реки Он сунул В реку Руку И рак Естественно Его За эту руку Цап Он вынул Рака Из реки И вспомнив Предсказание Ему в глаза Он посмотрел И завернул В рушник Теперь он знал Куда идти Загадывать желание На гору Где присядет Рак И свистнет В две клешни С тех пор В родимой стороне Никто не видел Греку Он ищет Гору Арарат Он обошёл И весь свет А рак Сочувствуя ему Не убегает В реку А тихо Дремлет На плече И учится Свистеть А вот стих Написанный Совершенно Не на русском Языке Но тоже Для детей Многие дети Его очень хорошо Понимают Лучше, чем Взрослые Называется Валесовая Утрянка Я тоже буду читать Потому что Это невозможно Запомнить Перепенчатые Дравы Тихостоем Пол Дубняк Чух Из пенчатой Дырявы В порхах Глушняк Толь в туманистом Негляде Зуба Щелкает Валкан Толь Малинистую Сладу Обгладует Окаян Чух По веточникам Треским Разбужая Тихостой Телепехает Повместу Стволонос Нехолостой Он затеивает Драму Он Затаивает Зляк Пристваляется Напряму Где Драгунится Заяк Айн Цвай Драй Щелкун Курокнул Бах Бубяк Полякнул Ствол Полидроб Застрял В Непроке Стволонос Негляд Убрел Украился Зай Заставу Застволился За стояк Перепенчатые Дравы Тихостой Пол Дубняк После того, как это стихотворение было опубликовано в журнале Сережка, как-то одна мама пришла и начала на меня жаловаться. Я своей дочери пяти лет только и говорю, какую-то претензию предъявляю, а она мне в ответ ты затеиваешь драму, ты затаиваешь зляк. Вот. Пришлось написать перевод. Этого стихотворения и опубликовать его в том же рунале. Перевод звучит так. Утро в лесу. Тишина, пеньки, дубравы, На траве лежат дрова, За корягую корявой колосять тетерева, За туманом непроглядным Волки козлика едят, Весь малинник плотоядно Обглодал какой-то гад, Слышь, трещит по бурелому, Словно лезет на рожон, Браконьер ружьем огромным до зубов вооружен. Он сегодня полон злобы, он решителен и крут. Два ствола находит, чтобы в зайку серого стрельнуть. Раз, два, три, курок прощелкал, тарарах, летит джакан, но пропал, заряд без проку, браконьер ушел в тубан, заяц жив, беды кровавой не стряслось едва-едва, тишина, пеньки, дубравы, на траве лежат дрова. Не брезговал я и плагиатом в те времена. Вот про ворону и сыр и байку знаете? Иван Андреевич Крылова. Я у него сюжет спер. Для того, чтобы меня никто не замел, я заменил лесу волком, а ворону поменять было трудно, да. Но и сюжет несколько изменил, и фабулу, и мотивы каждый из сторон поменял, и мораль тоже иную присобачил. Итак, «Ворона и сыр». Басня. Ворона сыр стянула со стола начальника шараш-монтаж конторы, а в басне говорят, что Бог послал. Она на ветку дуба прилегла, она обедать собиралась вскоре, а мимо волк рыссою пробегал. Ворона сыр стянула со стола, и было ей совсем-совсем не стыдно, ведь все равно начальник бы сожрал. Ворона-то воровкой не была. Но ей хотелось сыру, очевидно. А мимо волк рыссою пробегал. Ворона сыр стянула со стола совсем немного, грамм примерно двести, а может сто. Кусок был очень мал. Она Она бы съесть давно его могла, но есть режим, а это дело чести. А мимо волк рыссою пробегал. Ворона сыр стянула со стола, не сразу съела, донесла до дуба, ведь это басня, здесь нужна мораль. Ворона накануне не спала, а тут зевнула неприлично, грубо, а мимо волк рыссою пробегал. И волк рыссой на дерево полез, он честен был, и он не брал чужого, и сыр вернул, ворона смущена. Еще одна мораль у басни есть, ворона не запела, слава Богу, все спасены, и сыр, и тишина. Но вот теперь персонаж совсем не сказочный, обычный хомяк. Вот сидит в поле хомяк, и это ода хомяку, который лить, ну, вы поймете, когда я прочту, в чем его исключительность, этого хомяка. Хомяк, правда, героический. Сидит хомяк, жует зерно, колось и обтрясает, над хомяком парит орел и видит хомяка. Лежит хомяк среди полей и стебелек кусает, а по меже бежит леса облезлые бока. Хомяк спокоен, он жует, орел летит над тучей, леса бежит среди полей и ничего не ест. Ползет гадюка к хомяку из-за навозной кучи, за ней разбойник кудеяр, забывший слово честь. Все к хомяку идут, ползут, летят неутомимо, все знают, будет им обед и требуют меню. И кто увидит хомяка, тот не проходит мимо, а он высокий урожай съедает на корню. Хомяк объявлен был давно вредителем природным, идет охота на него уже не первый год, а он жует свое зерно правдивый и свободный. Ему спрятаться, а он не прячется, жует, он не скрывается в норе, он гордый, он мужчина. Покуда в поле есть зерно, ему не время спать, пусть сотни тощих диких мух, все ждут его к кончину, чтоб кости белые его да блеска обсосать. Когда-нибудь его съедят, тогда начнется скука, да что там скука, без него зеленая тоска, летит орел, бежит леса, ползет себе гадюка, и представляете, никто не ловит хомяка. Еще один пример переработанного плагиата. Знаете, сказку про Колобка? Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я прочел ее и ничего не понял в сказке, но о чем сказка? Да ни о чем. И пытался проникнуть в ее глубинную сакральную суть. Я понял, что это на самом деле произведение о предназначении всякого сущего существа в этом мире. Правда о Колобке. К тому же у нас родина Колобка Ульяновск не знаете, да? Замесила тесто баба, дед дровишек наколол, затопили печи с теста Колобка, они скатали, только съесть его не вышло. Колобок от них ушел. Вот такое приключилось у истории начало. Мимо зайца, мимо волка, медведя и лисы, мимо елок, мимо палок он летел, земля дрожала. Встретил он головку сыра, встретил палку колбасы, и они, похоже, тоже от кого-то убежали. По дорожке, по тропинке, через старый бурелом шли они куда подальше, не отдавшись на съеденье. Колбаса протухла первой, сыр заплесневел потом, колобок усох в сухарик. Вот и все стихотворение. Ну, а теперь я покусился на самое святое, на Александра Сергеевича Пушкина. И взял его себе в соавторы. Уж не знаю, как он к этому отнесся бы, но, слава Богу, он об этом не знает. Сказка о рыбаке и рыбке. Идея Александра Сергеевича Пушкина тех слов мой, ну, а музыки там вообще нет. Но я попробую что-нибудь промырлыкать. Старик забросил в море невод и терпеливо ждал улова. Старуха, сидя у корыта, жевала плавленый сырок, а ей давно хотелось мясо, она могла бы съесть корову. Старик ловил одну лишь рыбу, поймать корову он не мог. Старик забросил в море невод, но это был всего лишь повод, чтоб от старухи быть подальше, не нарываться на скандал. А рыбка поварю резвилась, она была вполне здорова, она бы не вылезла на берег, но дед забросил в море траву. Попав в мозолистые лапы, желая во море возвратиться, она спросила, что ты хочешь, и засверкала чешуя, и на ней чешуйки золотые, и хвост почти как жар-птицы, и золотой цепочкой к жабрам привязан ключик золотой. Старик ничуть не удивился, чудес немало, повидал он, он был матросом на фрегате, ходил на Турцию войной, рыбку в море выпуская, сказал он ей, во след устало, хочу, чтобы моя старуха была владыцей морской, придя домой, он обнаружил, что нет старухи у корыта, да и корыта тоже нету, пропал стиральный порошок, старик бросает в море небо, а море волнами покрыто, старуха мажет плавниками, и им обоим хорошо. Я тут немножко времени уделю очень редкому для себя жанру, жанру литературной пародии. За всю свою жизнь написал только две пародии. Первой моей жертвой был член Союза писателей, лауреат премии Ленского комсомола, поэт Владимир Дворенсков. Он был довольно знаменит в 80-е годы, очень часто печатался, публиковался, выпустил несколько сборников, вел литературные объединения. И как-то раз в газете ульянский комсомолец опубликовалось тихотворение, называлось оно «Зимний перезвон». Я его прочту полностью, оно коротенькое. «И лед звенит, и даль звенит от солнца, и на трапе сутра звенит снежок, и видно сквозь звенящие оконца и рощицу, и речки бережок. Звенит синица, где стоят ометы, позванивают тихо деревца, и молот, раскаленный от работы, звенит весь день в руках у кузнеца». Я написал пародию, принес ее в газету «Ульянский комсомолец». Мне сказали, «Нет, дорогой товарищ, мы на Дворенскову пародии печатать не будем». Вовсе текло ряд премии «Ульянского комсомольца». Но в конце концов, я опубликовал ее в газете «Призвание», многотиражки пединститута. Пародия звучит так. «Звенело все, и лед, и даль, и солнце, позванивал снежок, и бережок, и как приют убогого чухонца звенел о мед, а я писал стишок. И звон зимы, подмеченный столь мудро, стаканов звон восславил как всегда, и молотом в башке моей наутро звенел кузнец передовик труда». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вторая моя жертва присутствует здесь. Как-то раз Федор Горобцов, дядя Федя, помаши ручкой, чтобы все видели, как-то раз Федор Горобцов, член своего писателя, кстати, адвокат, предложил мне выступить на его творческом вечере. А я говорю, что я там делать буду? Ну, стихи мои почитаешь, какого хрена я твои стихи буду читать? Ты сам свои стихи читай. Ну, свои почитай, говорят, ну, а какого хрена будет на твоем вечере читать свои стихи? Ну, в конце концов, мне пришлось найти выход из этой ситуации. Я написал на него пародию. Страшно, Федя? А ты уже слышал, да? Сейчас про тебя все люди всю правду узнают. Итак, строки из Федора Горобцова. Их тоже немного. Когда поэт становится печален, или когда на жизнь взирает люто, напоминайте, что он гениален. Мне надо часто, можно раз в минуту. Пародия звучит так. Насчет меня не так уж мало мнений. Патриотичен я и социален. Никто не говорит, что я не гений, а значит, я, возможно, гениален. Так чтоб не стать мне медиаперсонной, я голосистом, и он сложен прекрасно. Пусть каждый слышит голос мой с просоньем, потом в обед, а после ежечасно я к славе приближаюсь тихой сапой, безмерно скромен, горд и независим, хотя меня не замечает Запад и не включает в санкционный список. Я соберу друзей не пьянки ради, чтоб их о муках творчества поведать и сообщить, что славы мне не надо, они же мне ответят «Надо, Федя!» Знаете, не так давно я занялся литературным переводом, хотя я не знаю ни одного иностранного языка, но я понял, что достаточно знать русский язык, чтобы что-то с чего-то перевести. Начну с очень серьезной вещи, с очень серьезной и глубокой, на мой взгляд, с любимого, очень любимого мной автора Жорж Брассанс, французский шансунье, которому за его песни дали звание академика французской академии. Он действительно великий, прекрасен. Многие его песни переводились на русский язык, но вот этой вещи корректного перевода не было ранее, хотя, конечно, были. Называется она «Поправки к завещанию». «Похороните меня на пляже города Сетт». Я попробую это спеть, хотя, конечно, на Брассанс я не тяну, но попробую. Если у меня не получится вдруг, я просто дочитаю стих вот так. На самом деле, это очень, довольно точный перевод. «Поправки к завещанию» Жизнь свою прожил, похоже, беспросую, за нос нередко вводя безносую, что по пятам придет с косой. Но от нее вечно бегать не стану, я, значит, пора уточнить в завещании, куда мне прах пристроить свой. Стряпчий седой, стряпчий седой, искупай же перо свое в синих чернилах залива Леонского, чтоб мою волю записать. Тело душе уж недолго донашивать, а у покойника кто станет спрашивать, где ему вечность кратать. И за душой к горизонту вознесшийся, вслед за грезетками, вслед за гаврошами, конечно, телу не поспеть. Пусть оно в путь свой последний отправится в спальне, в вагоне конечной станции, где я родился в город Сет. Склеке в фамильном, давно переполненном, предков останки впритык упакованы, там тесновато им самим. «Было б невежливо шлангом прикинуться и попросить их немножко подвинуться, чтоб было место молодым. Пусть меня к морю несут мимо кладбища рядом с прибоем на пляж набегающим, в уютной ямке из песка. Без церемоний прилягу спокойная, там и дельфины взлетают над волнами и проплывают облака. Здесь и шторма, словно шутки Нептуновы, но и матросы тому, чтоб ко дну идти, предпочитают пик до дна. И капитан первым делом скомандует за борт каналии спустить бочки на воду, да что там делать без вина. Здесь мне в подарок пятнадцатилетию вынесли волну почти не агитую русалку ни из недотрок. Время свое понапрасну не тратя, тут же в свои ее принял объятия, взяв первый свой любви урок. Поль Валерий был поэтом изысканным, слогом возвышенным, мне литягаться с ним, но чтоб внимать покой богов. С видом на море он занял надгробие, я ж присмотрел здесь местечко подобное, но ближе к морю, чем его. Будто начинке нисколько не тесно мне в том ключе под глазурью небесною послужит он наверняка. Даже немного прибоем подточенной дамочкам ширм, дамочкам ширмой, а детям песочницей, чтоб строить замки из песка. Близь того места, где лягу отныне, золо донтиком черным, пусть вырастет пения и бросит тень на бугорок. Если приспичит друзьям моим искренним, тихо скорбя, обнажить свои лысины, чтоб им не мучил солнцепёк. То из Италии, то из Испании, мне ароматы наполнят дыхание изгос, летающей гистрали. в сон мой проникнет звеня виланеллою, страстным фонданко, лихой тарантеллою, игривой, как моя печаль. Если красотка ко мне вдруг подселится, чтобы загару открыть свои прелести, мне к ней из праха не восстать. Я попрошу лишь прощенье у Господа, если случайно окажется гость это под тенью моего креста. Ах, бедолаги, былое величество и померев тянут лямку величия, у них ведь дел не в проворот. Наполеном и Цезарем разным там вечное лето дорожка заказана, а я отправлюсь на курорт. Наполеном и Цезарем разным там вечное лето, дорожка заказана на нескончаемый курорт. Она просто забыл предупредить, что она очень длинная. еще один перевод, но сейчас мне нужна помощь. Да, вот Василиса Мазина из Димитровграда. Значит, это песня из репертуара Каролины Эсмеральды Ван Берлео. Кто написал стих, я не знаю точно, может быть, она сама, но мне настолько понравилось само исполнение, что я просто не мог удержаться и сделать перевод этой песни. Но сам я это исполнить не могу, руки не тем концом вставлены, голоса нет, слуха тоже. Но вот есть, слава Богу, люди, которые могут это сделать. Секундочку. Только я подниму. А, подниму сейчас, да. Мир наполнен пустотой, он ничей, я никто, жизнь моя прекрасна и сложна. Средь порядка моего мне не нужно никого, кроме моих кукол и меня. В тонком кружеве забот сердце прячу от невзгод, как велит изысканный мой вкус. И высокопарный гамм франтов и гламурных дам к славе принуждает. Ну и пусть сплетничает пусть, что холодная скупостью платя за красоту я одна. Что же, ну и пусть то, чего хочу я, не продашь, не купишь никогда. я не отступлюсь, успокойся прежде, чем меня полюбишь. я привыкла не жалеть обо всем, чего уж нет, доверяясь чистому листу. страсть, что в творчестве моем с каждой нотой день за днем прорастает в эту пустоту. пустоту, что придавила всех, что нацелен на успех, кто на жизнь взирает свысока. Я могу их научить снова сердце оживить и любить меня издалека. Пусть удачат за моей спиною, мне их пыл нетрудно охладить. Я одна, что же, ну и пусть то, чего хочу я, не продаж не купишь. Никогда я не отступлюсь, успокойся прежде, чем меня полюбишь. Пусть до них доносится лишь эхо слухов растворенных в тишине тем, кто любит это не помеха не утратить память обо мне. Я одна, что же, ну и пусть то, чего хочу я, не продаж не купишь никогда. когда я не ослаблюсь, успокойся прежде, чем меня полюбишь. подожди. Прошу прощения, если что не так. Я первый раз ее пела. Спасибо. Дайте Забираю Впратно Ой Так Ух-ху-ху Сейчас надо собрать просто не еще нужно Так Это уже нет Это нужно Это нет Это нужно Сейчас тут фиг наешь Ладно Попробую Обойтись так Это нужная Попробую Если бы вы знали, о чем говорите, вы бы так не говорили. Потому что сейчас начнутся переводы с древнекитайского. Не так давно я загремел в больничку и там провалялся три недели. Но если чем заниматься в больнице, только переводить с древнекитайского. Я наткнулся на стихи поэта Третьего века до Рождества Христова Цюй Юаня. Они были не на китайском языке, они были в прозаическом переложении. Потому что древнекитайский я бы, конечно, за это время не выучил. И вот цитировал Лев Гумилёв в одной из своих книг. Я взял и зарифмовал это дело. Получилась очень страшная картина жизни в древнем Китае в конце периода воюющих царств. Накануне объединения их под короной Цинь-Шухуанди. Что такое Цинь-Шухуанди, знаете? Ну, некоторые, наверное, знают, но не все. Итак, вот как народ жил в Третьем веке до Рождества Христова в Китае в древнем. В царстве Вай, где Цюй Юань проживал. Не доверяй в восточной стране. Где десять солнц палят небесный купол, где плавятся и камни, и металл. Где всюду монстров алчущий оскал, что души пьют и пожирают трупы. Где каждый день минувшего страшней. А с юга нечисть злобная ползет. Двенадцатиголовые питоны среди сплетений ядовитых змей. А люди жрут похлебку из костей своих собратьев в жертву принесенных. И ждут, когда настанет их черед. На западе забучие пески, готовые развернуться над бездной. Где можно сгинуть раз и навсегда. А если нет, то по твоим следам помчатся осы с жалом из железа. И муравьи, чьи зубы тесаки. На север лучше даже не смотреть. Там громоздятся ледяные глыбы, как горы подпирая небеса. Там в юге беспрерывно голосят. На сотни ли, неся всему погибель, верша над миром смерти круговерть. А еще говорят, что мы плохо живем. И вы знаете, я телевизор давно не смотрю, но как-то по интернету слушал новости. И мне сообщили, что оказывается китайцы корабли марсианской экспедиции назвали Тянь-Вань. Знаете, что такое Тянь-Вань? Не знаете, я тоже не знал. Теперь знаю. Это значит «Вопросы к небу». Оказывается, что это название в честь поэмы того же самого Тсю Юаня. «Вопросы к небу». Меня заинтересовало, что это за поэма. Я нашел ее тоже, прозаическое переложение. В общем, там 127 стров. Но я перевел только начало, поскольку там действительно «Вопросы к небу». Там совершенно удивительное понимание для того времени многих вещей, до которых многие и сейчас, наверное, не дошли бы. Дальше идет мифология, она неинтересна. А вот то, что в начале, я вам все-таки прочитаю. «Вопросы к небу». Цюй Юань. Пока не появилась жизнь, ни мыслей не было, ни слов. Не различались верх и низ в размытом мире без основ. Был хаос. Сколько ни кричи. В бесплодном споре тратя дни. Но связи следствий и причин никто не в силах объяснить. Как из сплошной бескрайней тьмы в какой-то миг явился свет. Как появились Янь и Инь. Как мир возник? Ответа нет. Из девяти небесных сфер значений каждый как понять. Кто тот всевышний инженер, что их надумал изваять. На чем лежит небесный свод? Какой силой вознесен над кручей гор и бездный вод? Как держится в зените он? Толкуют о восьми столпах, что подпирают небо твердь. Есть девять сфер на небесах. Но где границы этих сфер? Число изгибов их вдали никто, конечно, не сочтет. Но кто решится разделить границами небесный свод? Как звездам не свалится вниз? Что держит солнце на оси? В тангу его бросает вниз и прячет за рекой Мэнси. И как прикинуть, сколько ли проходит солнце каждый день? Как месяц, умерший вдали, рождается, пройдя сквозь лен? Что порождает свет ночной в утробе вызревшей луны? И все ли в мире, как и он, для смерти только рождены? Все. Вот, знаете, я вообще-то политикой не очень интересуюсь. Потому что понимаю, что число подонков в рядах оппозистов примерно такое же, в процентном отношении, как в рядах власти. Но, знаете, однажды меня довели. Был я на встрече с Сергеем Рябухиным, нашим сенатором, который агитировал за голосование за Конституцию. И на все вопросы он отвечал одинаково. Мы же не хотим, чтобы Россия стала колонией Запада. Естественно, мы не хотим, чтобы Россия стала колонией Запада. И поэтому я написал стихотворение в поддержку Конституции. Называется перед прочтением сжечь. Нет, катаклизмов нам не надо, да будет он. Прием, в стране кругом порядок, кругом закон. Мы поддержать его готовы вообще без слов. Да будет власть, да будет Вова на шесть сороков. Да и шести, наверное, мало. Пусть на него клевещут злые маргиналы, в стану врагов. Все про историю родную мы хотим знать, но нам пытаются подсунуть, фальсификать. У нас теперь одно святое – патриотизм. Вот главный скреп, а остальное – так, плюрализм. Давай возьмем с тобой чекушку, а лучше пять. Ты будь за то, что Сталин – душка, а я что? Но спор любой не бесконечен, и как во сне, я соглашусь. А ты, конечно, поверишь мне о повышении акцизов, о море бед. Нам сообщает телевизор и интернет. А на Руси чего страшиться? Все море зла, ревет и стонет за границей, что как скала. Отсюда сбег, утихомились, Наполеон. И будь здесь коронавирус остановлен. Нас никому не взять на пушку, ядрена мать. Давай возьмем с тобой чекушку, а лучше пять. И, наконец, стихи, которые написаны за последние, наверное, два месяца. Я, понимаете, очень давно я писал стихов, очень давно. Вот последним было, наверное, не считая пародии, конечно, на Федора. Был написан в 2001 году, докопавшийся до столба. И вдруг что-то стрельнуло, опять начал писать. Правда, получились несколько абстрактные вещи. Но я думаю, у вас хватит терпения, чтобы их прослушать и понять, о чем это. Итак, они все без названия. Злая лошадь хлебает бульон, Слава плеш проедает Нерону, Тихо едет кортеж похоронный Под бессвязные крики ворон, А в каком-нибудь зале суда Держит речь адвокатишка ушлый. Невиновную мышку наружку Все равно упекут навсегда. Истребитель выходит на цель, Что бесцельно блуждает в пространстве, Норовит в пустоте затеряться, И темна, как вода в облаце. Что бы там ни слухилось вчерась, Нынче все происходит иначе. Наступают на гуннов апачи, Совершив накануне намаз. И сегодня, как было всегда, Мироздание несет по течению, И ничто не имеет значения, Ниоткуда плывя в никуда. Я еще однажды подумал, Что, наверное, есть такие страны, Которых пославляет один человек Или одно событие наиболее значимое. Кто-нибудь помнит румынку Надю Каманечи? А? Старшие люди помнят. Это была чемпионка мира Олимпийских игр по гимнастике. Била всех и была румынкой. Создавала славу своей стране. Она, кстати, жива до сих пор. Я проверял. Но, к сожалению, Не все, кто при ней получал славу, Живы до сих пор. Так вот стихи про Румынию. Восславься же, Румыния, Восславься, Покуда скачет Надя Каманечи, Не падая ни с брусьев, ни с бревна. Не парься же, история, Не парься, Пока с трибун лишь правильные речи, И правда есть на всех всего одна. Казалось, будто все проходит с блеском, И новый дивный мир через неделю Придет в любой занюханный подвал. В тот день, когда убили Чаушеску, Как водится, случился понедельник, Но все равно народ торжествовал. Толпа рвет в неодолимом трансе, В себе узрев грядущего предтечу Истории шагая поперек. Восславься же, Румыния, Восславься, Покуда с брусьев Надя Каманечи Последней не исполнила соскок. Еще одно стихотворение, Тоже довольно абстрактное. Все в Париже были? Ну, кто не был, я хочу сообщить, Что в Париже есть река Сена. Через нее есть много мостов. И один из них мост Ла Турнель Или Турнельский мост, Заменитый тем, Что на этом мосту Д'Артаньян и его три мушкетера Увидели человека, Который стоял у парапета, Плевал вниз в воду И смотрел, как расходятся круги. И тогда Атос посоветовал Д'Артаньяну взять его в слуги, Поскольку наверняка Такой человек отличался Крайней рассудительностью. В роман он вошел Под именем Планша. Но это не имеет Никакого отношения к творению. Еще там мост тот сломали уже давно, Тот самый мост. Построили новый, На нем поставили памятник Святой Женевьеве, Спасительнице Парижа от гуннов. Какое к этому отношению И месть к творению, Я тоже не знаю, Но я его прочту. Всю трынь траву Вчера скосили зайцы, Дубы жлобы срубили на гробы. Куда теперь крестьянину податься? Податься подальше От превратности судьбы. И ночью с четверга на воскресенье Одновременно стоя на посту, В который раз переползаю сену По старому Турнельскому мосту. Ползу без каски И без мацк-халата, Но как бы ни был путь мой не широк, Мне сообщает каждый обыватель, Что я ползу не вдоль, а поперек. Изящно огибаю вспышки слева, На вспышки справа натыкаюсь я. Храни меня, святая Женевьева, От всякого прохожего мусья. И не забыть, по щучьему веленью, Куда б ни вел такой-то поворот, Зад остается, Ниже по течению, А спереду всегда один вперед. Ну, вот это уже стишок автобиографический. Эта жизнь стремительная штука, Раз и нет, И поминай, как звали, Я пока еще не все профукал Из того, что мне предначертали. От меня великих откровений мир не ждет, Да так ему и надо. Я не Заратустра, я не гений, Мне ни на Амвон, ни на эстраду, Чтоб не говорили злые буки, Я не нарываюсь на скандалы, Я пока еще не все профукал, Я еще профукаю немало. И осталось стихотворение, Которое я хотел прочитать, Оно последнее, Но попробую вспомнить, Оно где-то завалялось в куче, Только бы начало вспомнить. Когда отключается тело, Душа не уходит из мира, Она продолжает смеяться, Она продолжает любить. Пусть где-то горят карусели, Пусть мочат кого-то в сортире, И все же не надо бояться В неясное завтра входить. Неважно, на что ты поставил И что ты получишь в итоге, Сомнения, нагрузка на печень, А печень полна перемен. Живешь ли, согласно уставу, Живешь ли, надеясь на Бога, Живешь ли, играя в чот-нечет, А жить все равно на бекрень. На пламя судьбы погорелой, Плесни полстакана кефира, Уже ни к чему ускоряться, В погоне за смыслом любым. Когда отключается тело, Душа не уходит из мира, Она продолжает смеяться, Она продолжает любить. Это все. Если кто-то хочет еще чего-то, Скажите. Ну подойди в зал поближе, Чтоб я услышал. Что сказала Катя О стихотворении И питание трудного? Я не помню, это было давно. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!